Приветствую всех, с вами Фан и вот лет уже подходит к концу, осталось буквально чуть-чуть и провести последние дни лета максимально ярко и весело нам поможет колонка JBL Flip 4 Ну и начнем мы с самого интересного, с того что эта колонка водонепроницаемая и может поддерживать погружение в воду до одного метра на время до 30 минут Ну и давайте поговорим поподробнее о самой колонке Вот все, что вы получаете в комплекте, это кабель microUSB-USB Кстати USB двухсторонний, кабель такой прорезиненный, очень приятный И сама колонка, но еще там коробка, не нужна инструкция, это не так интересно Это колонка JBL Flip 4, самая последняя модель в линейке Flip То есть выпущена она в 2017 году, а сейчас у нас август 2017, на данный момент это последняя модель Корпус колонки выполнен, мне кажется, тут 90% корпуса, это вот такой вот сшитый материал Он очень приятный на ощупь и мне кажется у него есть много плюсов, таких как его можно легко помыть То есть если он у вас испачкался, вы его просто моете, как я делал до этого Вот, и он у вас становится как новенький Ну да, есть также минус, что он может за что-то зацепиться и разойтись Но я думаю, у меня такого еще не было, хотя я носил ее уже много где Вот, ну что еще можно сказать об этой колонке Здесь установлены два динамика, стерео и в сумме эта колонка выдает мощность 16 ватт Ну, я хочу вам сказать, что по моим ощущениям 16 ватт хватает мне как и на улице, так и дома Дома это вообще с головой я на полную даже не включаю, потому что, ну как-то уже слишком громко А на улице вот я бывает на полную включу и тоже это уже, я ее креплю обычно у себя на велосипеде И мне уже становится практически все остальное не слышно, поэтому 16 ватт тут такие прям бух Сбоку у нас расположены по бокам пассивные излучатели, радиаторы Они отвечают за отыгрывание низких частот и делают это очень хорошо То есть, когда вы включаете басы, песню с басами, они у вас играют и прям бас становится глубоким и хорошим Ну, вы видели на видео, где я умыл, так же, они эффектно расплескивали воду Вот, здесь спереди у нас расположен логотип компании JBL Вот, ну что еще, здесь у нас также написано JBL, а тут значок компании, сделан вот так довольно-таки оригинально И вот уже в модели Flip 4 они у нас покрыты таким прозрачным пластиком, типа стекло А до этого они были, и они гладкие, а до этого они были такие матовые и негладкие, да Здесь у нас расположены сзади, можно так сказать, органы управления Это включение-выключение, это кнопочка JBL+, это вы можете объединить такие колонки, например, 2, 3, 4, сколько захотите, сколько у вас будет И они будут проигрывать один трек На официальном канале JBL они там тысячи колонок объединяли, но это было вообще жестко Ну, было круто Вот, то есть, если у вас, у вашего друга есть такие колонки, то вы можете их объединить и проигрывать один трек То есть, будет стерео еще лучше Также есть, кстати, официальное приложение, там тоже можно настроить стерео То есть, вы ставите одну колонку сюда, вторую сюда, можете подальше отодвинуть, настроить их, и у вас будет еще лучше стерео Да, здесь вот это у нас индикатор заряда колонки, то есть, 5 точечек Ну, соответственно, сколько точечек, столько у вас и заряда Здесь вот такая у нас проушина, за которую был зацеплен ремешок Когда эта колонка еще лежала в коробке, то есть, вы открываете, видите, так и достаете Но мне этот ремешок совершенно не нужен, я не вижу его функции, если только на руку так Когда вы ее несете, на руку одеть, чтобы не выглянуть Но я так не делаю, я креплю на велосипед Вот тут у нас написано Flip 4, и мы можем понять, что это Flip 4 И вот под этой, хочу заметить, плотной заглушкой, смотрите Ну, то есть, нормально так У нас есть мини-джек разъем 3,5 мм и разъем для подзарядки Micro USB как раз вот Кабель, и вы его вот так, хопа, и заряжаете колонку Заряжается она где-то, ну, часа 2, наверное, у меня быстро заряжалось от 2 А Также наверху у нас расположены элементы управления Это кнопка Bluetooth, кнопка минус, громкость, плюс громкость, и также плей-пауза Также можно настроить под Siri или Google Now Также можно как-то переключать треки, но я пока не разобрался Но я вот два раза нажимаю, и у меня следующий трек, как предыдущий сделать, я не понял Вот, ну да и в принципе все, я больше не знаю, что сказать об этой колонке Звук у нее, как обычно, как у всех колонок JBL на высоте Я сам, когда услышал первый раз, был удивлен, приятно, что тут такой хороший звук Потому что до этого у меня были только китайские колонки А по сравнению с ними, эта колонка просто небо и земля Вот, ну в принципе, я вам все рассказал Я крепил ее на велосипед, на улице я слушал, мне этого хватало Дома я слушаю, мне этого тоже хватает Вот, что отличает это от дешевых китайских колонок То, что тут есть, мне кажется, все частоты, и низы, и средние басы Но вот когда уже на максимальной громкости, там уже низов чуть-чуть не хватает становится Но я думаю, это из-за того, что еще, может быть, динамики там, мне сказали, надо прогреть Вот, может быть, из-за этого Ну а так, на средней громкости 70% все частоты слышно отлично И вообще звучание просто супер Ну а с вами был Афан, подписывайтесь на канал, если вам понравился обзор этой офигенной колонки JBL Flip 4 Что я могу сказать об этой колонке в итоге? То, что это офигенная колонка за свои деньги Купил ее за 5000 Громкости хватает и на улице, и дома Поэтому, если вы хотите и ищите давно хорошую колонку за недорогую сумму Покупайте эту Реально не пожалеете, она реально звучит офигенно Вот, также JBL для нее выпускает обновление прошивок Не знаю, что там улучшает, но это уже можно обновлять как смартфон Вообще, пишите свои комментарии, что понравилось, что не понравилось Что мне исправить, как мне улучшаться в лучшую сторону Да, улучшаться в лучшую сторону Вот, ну, с вами был Афан Всем удачи, всем пока и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok